Безответственно, одиночисло моё, безответственно. Ради личной жизни Настя карьера никогда не пожертвует, потому что она очень долго к этому шла. И, к сожалению, я боюсь, что она повторит мою судьбу. Каждый из нас хочет выйти замуж один раз и прожить жизнь самим человеком, нарожав ему кучу детей, быть совершенно состоявшейся, творческой и благополучной. Но, к сожалению, на сегодняшний день я считаю, что это нереально, потому что она со многими вещами в жизни мириться просто не будет. Когда она говорила, что я хочу петь на большой сцене, я ей объясняла, что для того, чтобы выйти на большую сцену, нужны большие деньги. Родная моя, смирись. Украина, спевучи Настя. Все мы поём, будешь петь дома. И всё у тебя так и сходится. Ну вот, если она ставит какую-то целеную, любой ценой добьётся. И, конечно, честно говоря, я бы не хотела ей такой судьбы. Потому что я отлично знаю, что такое шоу-бизнес. И я отлично знаю, что человек в 22 года совершенно к нему не готов. Сегодня ночью она мне звонила, и мы полночи с ней разговаривали. Напозданила в 2 часа ночи. Ей было плохо, одиноко, тоскливо. Ей нужна мама. Ну вот так. Кому же из нас не нужна мама? Да. Ну, мама очень сильный и волевой человек. Она взвалила на себя все свои тяготы, да, семейные жизни. Сколько вам было лет, когда мама приняла решение расстаться с отцом? Ой, мне было 2 месяца. Всем маленькая была. Когда-либо вам хотелось встретиться с отцом, поговорить и понять, почему так случилось с вашими родителями? Ну, один раз было, когда он приехал, мне было 13 лет, он приехал домой увидеть нас. Что-то ему так захотелось. И я открываю дверь и говорю, здравствуйте, а вы к кому? Настенька, привет! Я... Здравствуйте, а вы, простите, я там, папа, ё-моё. Я говорю, мама. Мама подходит к двери, у неё до речи, пропал стоит мой папа. Самое интересное, что я понял, когда ей надо было уходить, он остался, и мама ушла, и мы остались с ним вдвоём. Ну, мне уже 13 лет, и я запомнила, как он взял Гоголя, Вий, и начал мне читать. Я на него смотрю, и я думала, что сказочный период, он давно уже закончился, в принципе, и читать книжки неуместно. Но мне было действительно страшно, потому что я не чувствовала, что мой родной отец чувствовал, что это какой-то мужик. Поэтому так это всё быстро и закончилось, но один раз я его увидела и больше никогда его не видела. Ну, я только тогда, когда его вот перед Евровидением в России нашли, сидит, и думаю, я ещё не хватало. Как бы так. Это они такой сюрприз вам сделали в России, да? Ну, как бы там ни было, мы не выбираем своих родителей, да? Да. Но ваша мама очень переживает, потому что вы слишком принципиальны для своих юных лет. Вы можете сказать «нет», там, где стоило бы промолчать. Из-за этого могут возникать конфликты в отношениях с мужчинами тоже, ведь вы, наверное, уже об этом знаете. Ну, просто я считаю, что, во-первых, я считаю, что всё, что не делается, всё к лучшему. Даже то, что я не скажу, если надо, что я это сказала, если я чувствую, что это надо сказать, я это говорю. Пусть меня потом три раза палкой ударят, но я буду знать, что здесь я это сказала. Если кто-то конкретно не прав, я встану на его сторону, и не важно, выгодно это или не выгодно. Как бы, если мне говорят, вот тут промолчи, тут надо с этим человеком. Я говорю, если он мне не нравится, не хочу даже с ним сидеть рядом. Мне нету такого, что вот надо там тут промолчать, тут там тихо. Если не нравится, я это делать не буду. Но если он отец вашего ребенка, насколько вы терпеливы будете? Знаете, самое страшное было бы, если бы мой муж не понимал бы моей работы. Я думаю, тогда бы быстро это все закончилось, и малыш бы тоже был там, просто без отца. Но я себе этого не позволю никогда, потому что муж мой понял, что главное для меня это карьера. Я уделяю всегда очень много времени своему мужу, и могу до 4 часов утра не спать. Но так, чтобы он со мной наговорился. Я хочу, чтобы у ребенка был папа. Тем более папа, он очень замечательный, он очень любит детей. Он сам, удивительно, 24 года, ему интересно создавать что-то, семью свою. И он отошел от своих друзей, потому что когда я с ним познакомилась, человека невозможно было вообще дома, чтобы он был. Он постоянно был с друзьями, раз на два дня в Одессу, туда-куда-то. Но его не было. А вот когда уже произошло, я ему сказала, что я беременна, он расплакался. Он действительно, у него были счастливые глаза, он не знал вообще, что мне сказать. Пошел к своим и родственникам. Встретили меня, они меня обняли. Они мне очень тепло приняли. И они как бы тоже вот... Бабушка, помню, как она расплакалась. И вот ради этого я смогу, я смогу совмещать и карьеру, и личную жизнь. Но в тот момент, когда меня перестанут понимать, я боюсь, что... Сколько вы уже вместе? Поверите, полгода. Как мало. Я не считаю, что необязательно жить пять лет с человеком, чтобы понять, что он твоя судьба. Просто я по себе чувствую, какие у меня были раньше отношения к мужчинам и как я их раньше держала. Вот то, о чем говорила мама. Да. И сейчас. Потому что счастливее меня сейчас, наверное, только все беременные женщины. Потому что, когда ты ходишь, это все переживаешь в себе. И тем более я, которая говорила, в 30 лет, в 35. Я только вот дети, потому что меньше всего хотел вообще семьи. То есть я вот... Вот полное мое одиночество и работа. Все. Больше ничего интересует. Ну, видно, Бог решил мне подарить и мужа, и ребенка в 22. В 18 лет еще должна была выйти замуж. Да вы что? Да, там были очень длительные отношения. Но когда появилось то, к чему я шла, потому что я прошла кастинг, и мне Милата сам позвонил, сказал, что я участник этого проекта. Извините, конечно, свадьба, все это, конечно, хорошо. Но я это... И вы сказали нет. Я сказала нет, и я уехала в Москву. Переживала. 9 сентября должна была быть свадьба. Я помню, я помню, что как я в Звездный доме проснулась, и я помню, что вот сегодня должна была быть у меня свадьба. О чем мечтают все, белое платье. Слушайте, ну если бы это была любовь, почему бы вашему избраннику не дождаться вашего возвращения с фабрики? Я так полагаю, что... А уже меняется все психологически. Да? Да. Я после фабрики, я помню, я приехала, и у меня абсолютно уже был другой взгляд на жизнь. Я поняла, что не только можно выходить замуж и следить за кастрюлями. Есть еще кое-что поинтереснее, да? Да. Есть еще те закрытые двери, которые хочется открыть. Поэтому мне это было интересно много чего получить и завоевать самой, и не сидеть как вот... Я извиняюсь перед всеми группа там, эксцесс и смс. Девчонки, которые верт у майбахи и бент, интересно, за какие деньги, и тем более я знаю, как начинается это все. Вот, и мечтают о принце на белом коне. Вот. Можно так, конечно, но мне прежде всего нужна позиция, что я, Анастасия, приходь. Я не какая-нибудь там, что меня нашли, и вот я тебе даю там, как всегда, деньги, квартиру, машину, а ты... Нифига. Ну, это своего рода везение. То, что вы встретили в Меладзе, это огромное счастье. Бог услышал молитвы. Да. И парадокс еще заключается в том, что ведь у вас не совсем академическая школа, вы народное пение, да, то есть вы народница, то, что говорят в музыкальных школах и музыкальных училищах. Но парадокс, что вот ваша народная школа, школа народного исполнения вокального, она пригодилась сегодня в современном шоу-бизнесе. В чем тут секрет? Я, конечно, не хвалю себя, но со стороны объективной я, допустим, вижу, как я работаю на сцене, как я переживаю каждое слово и каждую песню, и вижу, как другие. Здесь считаю, что, конечно, это хорошо, что бизнес-то весело, когда-то на сцене там заводить толпу под фанеру, но я считаю, что если ты берешься за что-то, и ты берешь ответственность перед людьми, потому что тебя люди любят, и ты не имеешь права себе там позволять, как обы петь. Во-первых, я не слышала такого голоса, как у меня. Пришлось от чего-то отказаться или что-то научиться петь по-другому? Нет. Нет? Тем более, я вот скажу профессионально по-другому, у меня не поставленный голос. У меня непрофессиональный вокал. Какое образование у вас? Я закончила глиера. Это кто у нас? Бакалавр. Вот. По классу народный вокал. Но мне его не поставили голос. И я думаю, и хорошо, потому что если бы мне поставили, мне бы, наверное, что-то бы изменили в голосе. Но вы можете продемонстрировать с помощью своего вокала сейчас, чтобы мы почувствовали, наши зрители, в чем разница от народного пения, скажем, от популярного. Вот что вы делали бы, если бы вы пели народные песни и в своих песнях сегодня, которые вы исполняете сейчас? В чем разница?